Видеоигр был, есть и будет! Быстрый как молния! Надёжный как скала! Дешёвый как печенье! А ещё здесь можно продавать, ведь это ещё и торговая площадка! Запомни! G2A.com Лучший магазин видеоигр был, есть и будет! Субтитры сделал DimaTorzok E-SportBets.com Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает первплат? Кто заберёт первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до 600 долларов. E-SportBets.com Живой азарт и холодный расчёт. Сларк от команды Hyperglory Team. Снова очень агрессивный, очень агрессивный пик от HGT. И опять Сайленсер от Newbie. Они уже опять хотят похоронить всю команду? Ну что-то они хотят доказать, а вот что не ясно. Не, хорошо. Здесь Сайленсер ещё входит более-менее. Сайленсер. Ещё Сайленсер давай. И Оршид на Квапу. Всё. Всех заткнуть, всем молчать. Но я пока не понимаю, почему. Хорошо, здесь есть Сларк. Если Сларк не успевает поражать Дарк Пак, да, вроде заткнули Глобалом. Можно пробовать успеть убить до Shadow Dance. Вроде можно сбить, типа, какой-то там Виспу, например, Релокейт. Как-то, что-то типа того. Но это всё настолько сомнительно. Блин, ну это 100 секунд КД, сбить Релокейт очень трудно. И Сайленсер слишком тонкий таргет. Вот Бристалбэк будет идти и плевать ему в лицо. Ты ему довесишь куст, он за 30 ман и его скинет нахрен или заплевок. Да, Висп за 50 ман. Или он за 20 ман и ещё и выживет больше. Ну непонятно, вот до сих пор не понимаю. Это Сайленсер, это очень круто. Да. Лютый непонятный пик, конечно. ХГТ сейчас доберут себе героя в мид. Или они спокойно могут пойти триплой в сложную. Они так и должны сделать. Висп, Релокейт, Леон в сложную. И просто идти ломать Жагера, Сайленсера, Дизраптора. Это же вообще без вопросов. Да, против Дизраптора не так легко, потому что... Ну, есть Кинетик Филд, есть Глимс, и типа он может помешать. Ну, блин. Не знаю. Я пока очень сильно... Сомневаюсь. Сомневаюсь вот в реализации пик. Я тоже. Потому что Дизраптор... Пока он не получит Статик Шторм, такой себе боец против Виспа и Сларка. Ещё и Найт Сталкер. ХГТ, по-моему, хотят их просто в асфальт вкатать, если честно. Вот я смотрю на этот пик. Если бы просто взять Виспа с Найт Сталкером, даже без Бристлбека. Они сейчас так будут носиться по той карте. Ой-ой-ой. Надо только трипла в сложную и всё. По-моему, это сейчас будет легчайшая игра. Просто легчайшая. Вот по пику. Судя по пику. Да? Да, возможно, Ньюби исполнит. Возможно, что-то не придумает. Ну, блин, я в это не верю. Ньюби пока в этом новом составе показали себя очень плохо. Да и в прошлом, если честно, показали они себя последнее место Дака. Это надо было постараться очень хорошо. Постарались. Молодцы. Ладно, Джун на Клакверке уходит в сложную. Му на Клакверке в мид. Саншенга играет на Дизрапторе. Рэбит на Джаггернаути. Банана на Саленсере. Ну, здесь ЗСМЖ на Сларке пока бежит в сторону МИДа. Ну, в МИДе будет, конечно же, Эйр на банку. Быстро пошел. Притихоу играет на Суппорт Леоне. И Висп. Бристлбэк. Сложный. Им только нужен здесь третий Леон. Они без Леона могут постараться, но им нужен третий Леон. И будет, конечно, все очень-очень больно. И неприятно. Ну что, смотрим. Стычки могут быть на Баунти Руне. По крайней мере, на ТОПе. Хотя тут вот... Я вижу, Висп с Бристлбэком завардили что-то. Да, они завардили спалм. Ну, это сюда вот завардили. Ну, там они завардили. А здесь вот мы видим тоже какой-нибудь интересный вард в лоу-граунде. Это от Теншентов? Ну, да. Интересный вард на самом деле. Заготовочка прям-таки, я смотрю. Что-то ж саппорты должны изучать. Сейчас саппорты изучают, почему не стоит играть на Сайленсере. Дубль 2. Да, у Ньюби, видим, сразу 400 пенантов прогрузилось. Просто у них тьма болельщиков. У-у-у, толпа ревет. А команда... Тоже ревет. Да, потому что их бьют. Но Леон, оказывается, все-таки на нижней линии. Поначалу решил при Тихоу, наверное, что стоит здесь помочь как-то понапрягать Клокверка. Клокверка особо понапрягать у Леона не получится. Ну, вообще, да. Ну, может, прочекают лейны. Хотя, в любом случае, Клокверка здесь нужен. Тьфу, Леон здесь нужен, потому что иначе он будет подходить вплотную и мешать за SMJ качаться. То есть, тут просто Леон будет стоять, чтобы Клокверка не наглел в тупую. Боятся пока, хотя... Подходит Сайленсер. Ну, пока да. Пока можно вот так вот Бристлбека гонять. Вот первый левел. Спины нет. Да, он еще получает. Там банка только сейчас будет бежать. А тут еще и Найтсталкер в мини. Ну... Пока тяжело. Ставит паузу Рэббит. И на топе, кстати, там как раз-таки выход. Ну, а что выход? Что они могут сделать? Есть Андерстрайк. Ну, типа Айси не побьешь. Кака далеко. Тандерстрайк потрачен. Ну, вот так. Они будут только харасить. Здесь нужен Леон. Леон бесполезен снизу абсолютно. Ну и Боттл сейчас к Виспу придет и намного проще станет жить. То есть Леон, да, нужен. Но я говорю, как только Клока ставят здесь одного, он тут же будет приходить и тыкать в лицо за SMJ. А тут, я так понимаю, некий упор на него все же есть. Ну, возможно, возможно, мы едем две банки. Всего у Виспа две банки просто. Нормально. Одна, вторая такая. Говорит, все, я сейчас тебе принесу, все, на базу схожу. Нет, ладно, в курицу выложил одну. Так вот поюзали Виспа. Не могу, хоть не свою отдал, не свою, неважно, в принципе. Да, и Висп у нас в миде. Немножко Бреслана топит, на пару секунд доставили. Пока мы едем Му-7-2, имеет 5-1 на Баланара. Не так легко все поначалу. Ну, вот сейчас с помощью Виспа немножечко может Баратрум ей побаковать на Квапу. Ой, Баратрум, боже, Найт Сталкер. Баланар Баратрум. Они похожи чем-то. Тоже быкуют оба. Быкуют. Быки прям. Руны иллюзий. Цепанули. Есть ли Глимс там. А нету Глимса. Он что, не качал? Он на втором уровне Кенетик Филд прокачал. А был бы Глимс, может быть, от 100% бы забрали Виспауне. 130 хп ему еще по тычке скинуться и ГГБ. Ну вот решили потом. Ну что, вот как только отошел Леон, мы видим, что Клок в наглую выходит и начинает бодаться за SMG. Когда у SMG будет шестой уровень, да, он готов будет принимать все эти выходки. Будет спокойненько стоять там, все дела. Но пока не получается. Ну что, ХГТ. ХГТ пока не так агрессивно смотрится, но, понятное дело, еще даже не первая ночь. Ну и да, во-первых, это. Во-вторых, нужен левел и Бреслу, и Бланару. То есть пока нет смысла им быковать. Пока нужно и Сларку дать, тут немножечко поформить. То есть, ну, свою работу они пытаются сделать. Так вот тем временем, Джун пытается наглеть на Клокверке левел 3. Ну, по Тавр, понятное дело, лезть не стоит. Ну, что там поставишь Коги. Хексанут копнут, Сларк запрыгнет, и все. И приплыл. Лучше не наглеть. Интересный дабл-мид Виспас. Ой, поставил Коги. Пытается уйти, пройти хао. Есть и Хексик, можно пробовать подцепить. Батареечек там нету, подкопал, еще и подкрепом. Хули, Ассасин втыкает ему свое ядовитое копье, а не того, Леона, предатель. Ну, нормально, смотри, мансует, мансует, мансует. Он очень долго мансует. Там сейчас, кстати, откулдаунится подкоп. И сейчас надо еще раз копнуть, и чтобы Сларк прыгнул. А нету копнуть. Ну, за Хексик, может умереть. А что Сларк делал все это время? Бегал. И Джуна заманивает, конечно, пройти хао очень хорошо. Сларк только сейчас прыгнул и не попадает. Что они сделали? Ну, и вот Когами отталкивает двоих. И все. Тут Джун, конечно, выиграл нереальное количество времени. Приблигает сюда Висп. И что Висп? А ничего, Джун уходит. Тоже без маны, но он-то время-то выиграл. Время выиграл. Очень много времени выиграл. Но там Сларк не мог определиться. Ты посмотри, Бристалбэк какой. 17 хп. 17 хп, но там пытается фармить стаки. Эншентов-то заблочили? Они появляются. Ну, стаки не делали. Может, это не блок стаков, это просто на фарм эншентов? Ну, они, ну, может... Не, подожди. Они стаки не делали. Вард поставили до появления. Да, но я говорю, это просто, походу, для вижена. Да, просто для вижена. Может, он видит хоть? Слушай, он не видит ничего. Он не видит эншентов. Они... Ну, ты был прав. Саппорт, ты должен чему-то учиться. Турьер, отсюда надо вынести. То, что туда вард ставить не надо. Он не видит ни хрена абсолютно. Может, это мисс Клик? Да! Какой мисс Клик? Не знаю, не знаю. Джун тут зажался вместе со Сларком. Сларк немножко ему так по голове напилил. Три стака повесил. Ну, и на развороте так Джун еще и поковырял немножко за СМЖ. Причем, серьезно так поковырял. Вторейка второго левела. Действительно, неприятная штука. Да, и затея пока с Брислом-Виспом в сложной проваливается. Потому что Брис левел один. Ну, тут полный провал. Леон ничего не сделал. И снизу тусил зачем-то. Пойдите треплой сразу наверх. Они бы там разломали этот треплу в салат. А в итоге они старт игры проигрывают в кашу просто. Причем Сларк смог бы потерпеть этого клокака. Это паунсом подцепили. Наконец-то выходит Леон. Работают батарейки. Да подойди ты вплотную, чтобы батарейки не всегда того Сларка лупили. Что-то от этого кик, этого тоже кик и того тоже кик. Да, опять-таки мы видим здесь не убивает ЗСМ. ЗСМ вместе с Леоном. Хотя должны были. Но немножечко не хватает им. Успевает Клокверк от них опять-таки скрыться. Да, Клокверк сейчас побежит на базу. Но с другой стороны, битый тоже ЗСМ. У него нет шестого левела. Ну, вот Виспродонаригенит. Виспока выполняет роль чисто такого... Руны. Бегающего. Да, руны регена, да. Блин, ну на самом деле, я вот смотрю на Леона. Ты тычку с руки дать не можешь. Ну, у тебя 58, летит она полторы секунды и так далее. У тебя есть Сларк, который первая ворует статы. Второе, довольно-таки больно бьет. Может, ты подойдешь к нашему пить? Батарейчики будут делиться пополам. Смотри, Джун заткнули Сайленсом. Висп, Паунс, Дарк Пакт. Когену сжимается в них. Есть подсейф ТП. Будет ли еще один Войт? Ой, ушел в инвизик. Хорошо, в тень. Ну и тут Банана. Банана пользу вносит. Эйр в Сайленсе. И это сейчас будет минус эйр просто. Не, его спасают. Его свои же спасают. Ой, чужие, то есть. А, нет, тут Квапа. ФБ. ХГТ начинает настолько ужасно. Вот просто. Они пытаются что-то делать. Ньюби по-прежнему ничего не делают. Вообще. Но ХГТ настолько ужасно начали. Они настолько много делают ошибок. И вот в итоге мы видим, Ньюби зарабатывает АФБ. Забирает его Квапа. Клокверк уже третий раз бежит на базу. Регенится пешком. Клокверк свою работу делает, конечно, на отлично. Клок вообще великолепен. Он здесь так майнситнут на этих лоу ХП. Он сейчас там этими лесами воспользовался. Еще и Фирсблат команде подарил. То есть затащил за собой толпу. Эйр на топе. Тем временем с Бристалбеком. Будет с Рэббитом что-то сделать? Да, будет пытаться новый Рэббит. Да, ну окей. Он на фейзах, его бы и так не догнали. Ну и Баланар первая ночь, пока мы видим пользы ноль, кроме смерти. Ну ты уже пользы. Если рассматривать для разных команд, то есть все ок. Да, но пользу он переносит. Только вопрос кому. Да, тут все очень двояко звучит, всегда глимсанули, виспа. Ну виспа пустой, кстати, боттл, поэтому надо быть аккуратнее. Сейчас он на базу пойдет. А не, ему дали боттл. Он такой, оп, нарегенивает. Вот эти два боттла, а бус, это, конечно, круто, но... Ненормально. Пока больше ничего не происходит. А моддал, вложил, выложил, побежал. Да, пока этот висп не приносит ту пользу, которую он мог бы приносить. Ну вот потихонечку, Бристалбэк капается. Смотри, пятый уровень будет, шестой возьмет, и с шестым они уже смогут хоть что-то там подмутить. Потому что, конечно, первого-второго уровня Бристалбэк это тушка, которая не особо много урона наносит. Оп, на тизе улетает висп. Сбил, да, получил сайланс. Окей. Ну и с Леоном здесь пулят, тем временем в лесах. Леон скоро получит шестой. Если он свой шестой не начнет окупать, я вертел его на шампуре, потому что он нихрена не сделал в игре. Абсолютно. Он сварал за SMG, наверное, порядка двух тысяч опыта. И на этом хватит. Да, за SMG седьмой левел. За SMG тоже мы видим на этом старке ничего там раннего нету. Паузу просит ХГТ. Ну, окей. У них Бристалбэк выходит из игры. Левай говорит, короче, с этими саппортами бесполезными не хочу я играть в доту. Мы возьмем тебе виспа, говорили они. У тебя будет изи-хардлейн, говорили они, да? Вот это первый уровень на пятой минуте. Ну, не знаю. С релокейтами может что-то изменится. Я смотрю на Найт Сталкера, я понимаю, что у него 30 скрипов, у Квапы 40, и в это время 60 у Джиггернаута. Джиггернаут обошел своего визави в два раза. Это много довольно-таки, я так скажу. 0-1. Что, Бристалбэк, возвращайся. Отхилит тебя висп? Приходи. Все будет нормально. Ты не парься, главное. Да, ты... Висп все пофиксит. Только не переживай. Леон все пофиксит. Да, или Леон. Слушай, вот на самом деле такие Леоны, такие Леоны, они оправдывают Сайленсеров из Ньюби. То есть... И Сайленсер внезапно не такой же бесполезный. Не такой же бесполезный. Да, ты смотришь, Сайленсер-то саппортит. И пятый левел, и скоро будет Глобал, и сможет Глобалом помогать, и так далее. Ребят, я вам всем напомню, что вот здесь, в Дота ТВ вы можете посмотреть матчи все. Старладера, вам для этого нужно купить билет, да. И вот там сейчас идет игра Invasion против FiveEva. Это, я так понимаю, первая игра, да. Это первая игра, только между ними до сих пор. А почему наш билет? Где наш билет? Вот наш билет. Да. Блин, он не здесь. Не знаю. Это нью-релизы. По-моему, самые новые релизы это наши релизы. Ну, в топ-селлерах он вот на втором месте. На первом? На первом, да. После... Топ-селлер, ребята. Это почти как 50 оттенков серого. Так, тут какой-то... Но только полезней. Treasure. Что это за Treasure? Продается. Что это такое? Spring Blossom. Не знаю. Spring Blossom. Короче, это почти как 50 оттенков серого, только полезней. Да, в два раза. Или в три. Да, 101 тысяча. Перевалили за соточку? Офигеть. Ну, если еще влезет то, что планируется, то мы должны подбуститься. Да, да, да. Ну, уже все... Я думаю, я говорил уже, и Каспер рассказывал, и мы уже не один раз писали, что должен выйти еще Treasure, то есть целый сундук с сетами, процент от которого будет идти призовой фонд. Ну... Если его реализуют. Если его реализуют, да. Пока мы видим, много времени это занимает. Я уже сегодня писал в Твиттере, что много сундуков должны выйти сейчас, и, видимо, не хватает то ли времени, то ли людей у Валва, чтобы очень быстро это все обработать как-то. Не могут раскопаться в деньгах, чтобы добраться до клавиатуры и перелезать новые сундуки. Потому что, когда у тебя, типа, между каждыми клавишами баксов там куча зажатых, их надо выколупывать. Вот этих рабочих надо вызывать с лопатами, чтобы кабинет расковыряли. Да, да, да. Ну что, ZSMJ продолжается. Не зафармить. 38 на 14. Ужасный крип статус, если сравнивать, конечно, с Джаггером, которого 65-33. За по-новому смотри. Shadow Dance, Dark Pact. А зачем ты все потратил? А нет, Shadow Dance еще не потратил. А может потратить? Стики есть? Че ты псыкнул, а? Ну, он был уверен, что не убьет. Наверное. В очередной раз. Так маны нет. У того вообще ничего нет. Четыре стика в гармане. Все. Да, да, да. Тут Рэббит, кстати, забирает тем временем Т1. Ну, правда, здесь четыре героя команды ХГТ. Глифа нету. Отдают просто ауэр. И все, и стоят. А зачем летели? Баланар прилетел. Ночи нет. Есть Darkness. Можно было бы поражать. Недалеко был Леон. Леон пятый левел. Недалеко был Висп. Но вот решили, что пока не хотят. Пока по-прежнему один-олль счет пользы Ньюби. Пошел Смоук. Пошел Смоук. У Ньюби уже почти пять тысяч голды преимущество. На десятой минуте, да? Да. Хорошо. При том, что счет 1-0 ничего не делает. Когда вот Смоук спал, все. Нет атаки. Была атака и нет атаки. Да, был друг, нет друга. Да, да. То же самое. Почти, почти смогли здесь. Почти смогли. Что они с ним? До Медла дойти незамеченными? Да, да. Почти смогли в Смоуки выйти. Они действительно старались. Они действительно потели. Слушай, но я считаю, что главный показатель у саппорта какой? Какой? Смок в КД? В КД. Я юзал. Я пытался. Претензии, знаешь? Команда дно. Команда дно. Реально, они реализовали Смоук. Я купил. Я потратил свои кровные. А уже с Глобалом Силенсер седьмого уровня. 1200 на руках. Он сейчас придет к этому Мидасу гребаному. Хукшот мимо. Бристалл бэк. Там же Гернаут с ульты. Забирает Леона. Эйра зажали. Есть ночь. Эйр пока живой. Ультимейт ПП отличный. Клак вверх до конца за двумя. Очень больно делает. Пошел Глобал. И Клок вверх заберет. КА. Нет, КА не заберет, а сам погибнет. Да, вот он Тезер. И Джун здесь. Да ладно. Почти улетел. Почти улетел. Я уже думал, что ТП от будет. Ну, в итоге все равно все очень хорошо для Ньюби, потому что они забрали двоих. Сейчас еще заберут Тауэр. Ну, хотя есть ТП за СМД готов прыгать. Притихоу. Хиксид Рэббит. Рэббит. Вот это зря. Вот это зря, на самом деле. Сейчас топово по фарму и Нетворцу, наверное, Джаггернауту отдали просто так. Нет, ну КВАПа от топового. Окей. Но все равно у Джаггера там было сейчас больше, чем у нее. Просто он умер. Немного денег потерял. И все. Ну, да, вот так нельзя, конечно, отдавать. Подумали, может быть, стоит в Арт, все будет хорошо. Может, забыли о том, что все-таки есть еще Сларк в игре. Нет, там МОМ не надо было прожимать. Не проживал бы МОМ, выжил бы 100%. А вот с этим МОМчиком была печаль. Палец появляется у Леона. Это не так плохо. АР седьмого уровня. ПТ больше ничего. Глимс будет? Глимс нет. Три секунды еще КТ. Ну и Баланар седьмой левел. Ждем мы вторую ночь. Вот она начнется очень-очень скоро. Пока мы едем Даркнесс. Руну Рейгена. Ну, для Веспа. Ракетка сюда залетает. Прочекали, что руны нет. Ну и что? Вторая ночь. Окей. Есть палец Леона. Надо реализовывать. Какого-то сайленсера можно выключить. 739 кп вообще не проблема. Слушай, там Клакверк уже очень больно делает ЗСМД. Пошел. Пытался с Джун отстанеть. Но тут ЗСМД. Вот эти соло-фраги, это очень круто. Да, вот это вот ЗСМД уже начинает делать свою работу. Мы видим, 222 у него сейчас было. Будет ли он... Да, я думаю, Даггер он будет здесь покупать. Здесь он должен покупать Даггер. Надо допрыгивать до Джиггернаутов, до той же Квапы, до Клакверка. Ну и вот ЗСМД сейчас вот этими двумя фрагами в миде на Джиггернауте и здесь на Клакверке, конечно, очень сильно улучшает ситуацию своей команды. Да, всяких сайленсеров и прочее он сейчас может или дизрапторов выключать просто мгновенно. Ну, 682 хп, это реально Даггер, Паунс, Дарк Пакт. Все. Это минус. Ну, мы видим, Сларк, 11-й уже левел. Четвертый Паунс, четвертый Дарк Пакт. Действительно больно. Ну, правда, Сенс Шифт единичку, надо бы его... Как? Найт Сталкер из МИДа может быть восьмого уровня, когда пацан с Леоном получил одиннадцатый уже. Ну, да, Леон сам седьмой. Это три уровня. Ну, кстати, тут Смоук и побежал, побежал Найт Сталкер первый. Слишком далеко сейчас за СМД. Надо одновременно впрыгивать сейчас на героя команды Ньюбина. Тут в ответочку тоже идет Смоук. Виспи долетел на тизере. Он застрял на Рошане, Рошан его встанет, Виспа в файте не будет. Это такой лютый провал. Еще Джун здесь выживет, нет? Нет, ну, Джун, конечно, погибает, потому что прыгнул за СМД. Глобал, глобал заканчивается. Банана очень больно, разбивает вард. Пытается спрятаться с СМД. Там Квапа ультанула уже минус два. Ну, Шеду Дэнси он пытается сейчас уйти. Новый Паунс и, наверное, уйдет. Да, уходит он с блинка. Но, в любом случае, огромная ошибка Виспа. Это забей просто, то есть, ну... Ну, ошибаются. ХГТ просто ошибаются. Я вижу. Надо реже это делать как-то, стараться. Надо, надо. Ну, из СМД с Виспом. Висп, кстати, далековато забежал Рэббит. Да, я плюсую, плюсую. То, что сейчас может быть плевок или какой-то Паунс. Там кого-то цепанули. Дарк Пакт. Пытаются разобрать Сан Шенка. Разобрали, где Висп, релокейт какой-нибудь. А что он делал? А, он пятый уровень. Его нет, он на руне дальше стоит. У нее нет ботла, да, у нее есть стики. Но я, на самом деле, не могу в шоке, потому что Висп, во-первых, на 15-й минуте до сих пор не получил шестой уровень. Это А и Б. Почему он один раз составил свою команду и второй раз сейчас составляет свою команду без какого-либо суппорта? Блин, да как так можно ошибаться? Эту игру Ньюби должны... Хотя Ньюби тоже играть плохо. И вот ХГТ первую сыграли шикарно, а во второй вот Сайленсер с Мидасом. 15-я минута. Отлично. Может, в первой игре был такой план? Просто там на 18-й ГГ написали? Реально. Я был уверен, что такой план был, но в первой игре нормально играли ХГТ. Либо очень отвратительно играли Ньюби. Тут непонятно. Я уже не хочу восхвалять этих пацанов. Потому что... Ну да, ХГТ что-то так расслабились, и пошел у нас серьезный такой фестиваль. По деньгам, как вы видите, 3700 ведут ребята из Ньюби, и по XP 2600 преимущество у них. Немного, но оно есть. Ну, тут еще в общем фишка, то что, во-первых, есть же Гернаут, во-вторых, теперь есть еще и Санцер с Мидасом. То есть преимущество... Что ты сделал сейчас, скажи мне? Как можно с Даггером промазать Паунсом? Объясните мне, кто-нибудь... Вот сам Бадди, can you... Я дальше не могу? Explain. Explain me. What the fuck just happened? За СМЖ не попадает, он вдвоих туда по Тавр опять-таки прыгал, ему там могли, кстати, напихунькать, так что, может быть, и повезло ему, что он не попал. А у КВП через 250 голды аганим. И это очень много дэмэджа. Да не, забей, он Леон 644 хп ходит, говорит, приму ее в соло. Хексану. Хексану. 1700 денег, и он собирается купить себе даггер. Братан, это будет... Блинк, это будет последнее, то, что ты увидишь в этой жизни. За СМЖ, ловят его, уходит. Шадо-дэнси нету. Шадо-дэнси нету. Уходит, уходит. Паунс через две, одну и уходит все-таки отсюда. Да, его глимсанули. А, да? Жаль очень. Очень жаль. Айси. О, Бристаллбек в игре. Бристаллбек, Вангвард. Видел? Пацан, как Квиллспрейт. Кто? Ну да. Я смотрю всю игру Квиллспрейт. Ёж. Да, да, да. Прям не отпускает бедных соперников. Они приезжают, куда деваться. Пришли на ботом, думают, его тут нет, а он тут. И что делать? Теперь придется тавер бить и убегать. Дальше не пойдем. Не, вышечку действительно здесь пытается забрать. Такой кинетик филд, чтобы увидеть, куда он идет. Там же есть 11-го левела уже джиггернаут, со мне слэшем. Там глимпс есть, понимаешь? Я вот не понимаю этих дешевых понтов, как говорится. Ты подошел, ты отошел, но ты вернешься. Он с Ларк вернулся. С Ларк тоже думал, что уже все, я спасся, пот вытер. С него, он видал, как течет? Реально потеет, нереально. С Ларка. Смотри, это же рыбешка, да, в натуре. Принеси полотенце, вход. ЗСМЖ работает, ты что? За всех. За всех, да, ЗСМЖ пока тоже тяжко, 3-2-1, у него стата. Видим, 5600 нетворца, в то время как у джиггернаута 8200, у квапы 7200, то есть проигрывает очень серьезно. Баланар вообще в заднице, 3900, у него сайленсер уже догоняет его. Ну и что? Киперглори. Что, ничего, сейчас надо пытаться кого-то находить, а кого находить? Надо находить ночью, а ночью он фармит. Привет, Бристо, бэк. И пошел. Ультимейт пьюр дэмэдж, глимс, и труп вернули. Нормально, будешь похоронен возле Рошана, братан. Минус Брисла, Висп пролокейт сделал, засейвить не смог, и сейчас Висп отсюда улетит, и драка начнется. И Висп погибает. Тезер есть? Тезер будет. Да, Жив-здоров. Можно, можно на развороте пытаться что-то сделать. Потрачен ультимейт. Му с дабл дэмэджем. Ультимейт через 15 секунд, Рэббит рубит Рошана. Рэббит рубит. Ррр. Ну давай, дайкер есть, Леон, ты, ты всю жизнь копил на этот клинок. Реализуй. Просто вот сюда вот. Убивают же Рошана, братан. Прыгиваешь, копаешь троих, воруешь Аегис и все. И помираешь в лучах славы. Давай. Да. Ну, тут спокойно забирает себе Рошанчика, ребята из Ньюби. 19 минуты игры, заканчивается ночью, Аегис у Квапы и преимущество уже становится очень большим. Пишите, ГГ, ХГТ, гол, next. То есть вот 3 до 18. Не надо вот это. Сейчас все будет. Что будет? Все было уже. Просто Ньюби еще в этой игре не ошибались. Они же не могут без ошибок. Так что сейчас начнется. Мне кажется, они пытаются, но не могут переошибать команду ХГТ. Ну да. То есть типа сидит Капитан Ньюби, мы, говорит, творим полную хрень, но они могут... В два раза больше. Да. Так и есть. Ну вот я смотрю на Бристалбека, что он собирает? Он собирает Сэндж, правильно? Правильно. В идеале ему собрать Элибарду, но Элибарду он не соберет. Но он соберет Сия, он будет бить. Сию, да, я буду бить. Еще бы Кримзон Гвард тоже не помешал, но это на потом. Пока в этой игре он бьет только крипов. Их всего 64. Да. То, что у Джаггера было на 10-й минуте у него. Ну опять-таки, я говорю, все с самого начала пошло не так. Пошел бесполезный Леон и дабла оказалась тоже не какущей, потому что не может Бристалбек ничего сделать. Ну вот, не весело. Не, ты не правильно сказал. Пошел полезный Леон на бесполезную линию и стал бесполезным. Ну вот типа того. Да, и в итоге Леон у нас из одного из лучших саппортов в игре превращается вот в что-то непонятное. Но правда у него есть блин. У него есть блин, и этот блин на Леоне очень часто, очень сильно портит все. Там Бристалл что, не смог Энштаб заформить? Под веспол. Давай форми их там. Фыркой бей. Да стань спиной и фыркой. Да стань спиной и фыркой, господи. Там макер. Ладно, говорит, буду бить их. Так больнее. Я увереннее себя чувствую. И привет, А чё ты не прыгнул? Чё ты? Там много людей. Давай на тизери, на тизери. Тизера нет. Он мне, знаешь, квапа, ульт, хукшот, мисс, хлопнул. Хекс, подкопчик может быть? Да. А если палец? А если палец? 500 хп не убил бы. Так, я слышу, еще герои должны быть на карте? Ну вообще да. И никак не отомстили. Плохо. Уже 10 тысяч нетворд джиггернаута. Сларка там БКБ вырисовывается. Сларк хочет себе собрать Блэкинг Бар и с Блэкинг Баром драться. Окей. Хорошо. Займет она. Да, я думаю, джиггернаут и квапа очень боятся БКБ. Хукшот вообще, говорит, не буду в БКБшном. Да, согласен, согласен. Хукшот это вообще, не знаю, он сразу просто-напросто его разучит этот скилл. Все, выучил, я теперь хочу отменить все скиллы. Как видите, развидеть, есть выучить. За 2000 голды, надо, чтобы в доте можно было так, чтобы все, я перекачиваюсь сначала. Не надо. Я боюсь этого. Что, рвань будет такая? Рвань такая будет. Какие-то мажористые китайцы будут на ганг скиллы менять, типа, на ганг пошел, тук-тук-тук-тук, раскидал. Возможно, что бы и нет. Да какая-то мы сделать, чтобы не продавали за 100% стоимости? Это вот это мрак будет. Ну да, это действительно как-то не очень честно. Это уже лучше и темп-дроп вернуть. О! Это охрененная затея. Умираешь, все. Вот столько сейвов в мидал никогда не увидишь больше. Да, 16% вероятность из-за того, что с тебя дропается шмотка. У мидера на третьей минуте боту отожмут. Что-то беда будет. Да, потом у тебя четыре веточки и ПТ, а у тебя, опа, ПТ-шечка упала с тебя. Т2 снизу. Забирает Ньюби, там тем временем пытается что-то придумать в ХГТ. Баланара мы пока не видели вообще. 0-3-1, то есть для чего брали неясно, ну ясно, но не исполняет пока абсолютно. Ну и что, первую вышку заберут в ХГТ или смотри, ЗСМЖ тоже принес себе Митрил Хаммер. Ну, ЗСМЖ фигню осталось, кстати, до Блэкинг Бара. Жаль, что Блэкинг Бара здесь фигня тоже. Ну да. Не нужен вообще никак, не знаю от чего, разве что тебя не глимсонут. Сколько не биться. Ну, хороший вариант. Ну, сквозь них-то ты все равно не пройдешь. Ну что, Т2 забирают и может на хэкграунд пора зайти Ньюби? Конечно, пора. Конечно, пора у врага ничего нету. Вышечка падает, фортификейшна нет. Есть Аегис у Квапы. БКБ появляется у Найт Сталкера, у Сларка тоже сейчас появится БКБ. Ему не хватает 20 монеток. Ой-ой, Муз, заткнули. Ну, не надо забывать про Аегис, да. Ну, Муз стоит просто на пофиг в этом сайлице, он готов был драться дальше. Квапа собирает себе Орхит тем временем. Такие есть глобал, есть ульта. Че они отходят, я не понимаю. Ну, решили не рисковать, что ли. Я не знаю, вот, кстати, Аганим-то, а Эгис-то надо бы разменять на сторону, потому что полстороны, там, Т3 Тауэр почти упал. Че печалится. Клуба на Эншентов на Роу, ну, неплохо. Говорит, о чем мне, у меня кулдаун 40 секунд, поору я. Маны мне много, а у нее реген вообще. Ну и что, пойдут Т1. Да, какой там, че, я тут с морозью. Хотел сказать, что ХГТ пойдут в ответ. Т1 Т1 нет. Вот БКБ, кстати, появился у СМД, и хоть какая-то надежда уже должна появляться. БКБ также у Найт Сталкера. То есть, есть два БКБ. Хорошо. Теперь им... Что теперь им? Теперь им нужны нормальные артефакты, чтобы драться, да? Ну да, теперь им нужно еще чем-то убивать, а не только в БКБ бегать. Ну, какой-то башер с СМД, я не знаю. Да, за СМД нужен и башер, и потом выход в скади нужен. Причем желательно сначала скади, а потом башер. Ну, скади, это вы сами понимаете, 9300 Нетворса на 4000 отставания от Джаггера. Сейчас он о скади даже не мечтает сейчас. Да, похоже на то. Джигернау там, кстати, тоже выносит себе БКБ через 150 копеек. Ну, кстати, объясним ее БКБ. Много хексов. Сайланс, хекс, подкоп. Тут БКБ-шечку нажал и спокойно рубишь 10 секунд. А там за 10 секунд можно всех разрубить. Ну и вот оно, БКБ имеется. Можно, можно уже попытаться на топе напасть на СМЖ, либо просто пойти по топу и на Т2 выйти. Клопит Аэгис пропал, 2200 имеется голды. Так, вот он, Блокинг Бар у Рэббита. Да, Рошан еще готов. Да, да, да. Сейчас забирает вот пачку крипов и просто покупает. Пока не спешит, смотри. Ты рефрешер? Нет, издевайся, что ли, рефрешер. А что, две ульты, прикинь? Ну, логично. Алибарда появляется. Все-таки правильно делает Айси, приобретает себе Алибарду. Первое правильное движение от команды КГТ на этой карте. Сто пудов смотрел стрим. Говорит, да, сделаю я вашу Алибарду. Ему залетает, залетает просто в наушники звук от нас и все. Бах, доты. Ему понимают, что Алибарда Алибарда Хальберда похоже. Соберу-ка. Соберу-ка я догон. Соберу-ка я догон. Те русские комментаторы. Так, тут сейчас будет попытка врыва. Со всех сторон пытаются обойти. Пошел Глобал. И? И Вис погибнет. Смотри, Алибарда. Айр вгрызается в банану. А зачем? А зачем? Вот вопрос уже к мертвому Найт Сталкеру. Ну и все. Из-за СМЖ БКБ бегает и его просто кайтят и убивают. Ну, пока еще нет, Пау пытается сделать. Вопрос к мертвому Найт Сталкеру. Ты, Найт Сталкер, против тебя играет Сайленсер. Зачем ты фокусишь Сайленсера, который уже дал Глобал и весь Рассказ? Ну, это бессмысленно. Конечно, тут Айси тоже должен погибнуть. И ГГ. Провальная от начала и до конца игра от команды КГТ. Почему? Можно долго искать причины, но причин тут много. То есть сначала с постановки линии у тебя дабла Висп Бристлбэк, которая должна давить, или даже ну, это должна была быть Требла, которая должна давить просто. Она бегает левел 1, левел 1 на пятой минуте. Висп вообще не берет левел, плюс ошибается. Ну, собственно, накопилось, 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 мид проигран, салат, и вот такая вот внешняя легкая победа Ньюби. Счет 1-1. Вообще непонятные мувы, непонятная вся игра, в то время как Ньюби наоборот показали в принципе все, что надо. Набрали какой-то запак, пошли, снесли, все, без всяких вопросов. Третье БКБ против Pure Damage, фокус сайленсеров, которые 0-0-6 у типа, у типа ничего нет, ну вот он нажал Global, он под, все, его нет в файде. Он Refresher там почти собрал уже. Понятное дело, если убивать типов постоянно. Support Silencer, да. Ну что, ребят, 1-1 и у нас нас ждет последняя карта этого матча. Мы узнаем, кто у нас заработает первые 3 очка в группе B китайской Star Series. HGT против Ньюби. Через 5 минут никуда не уходите. 12-й сезон Starluder стартовал. Вместе с билетом в Dota TV ты получаешь сет на Слардара, в котором у героя появилось новое лицо, измененное оружие Слардара с новым эффектом свечения и два альтернативных скина на твой выбор. Ищи билет в Dota Store и повышай призовой фонд. 12-й сезон Starluder TV ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА